Привет, у кальмара, это тоже приготавливается? Ну, там, понимаете, есть разная степень развития сознания. Вот самое развитое сознание у домашних животных, поэтому людям стыдно их есть, они чувствуют, что нехорошо своих есть. Дикие животные, они меньше развиты, поэтому их есть как бы более приятно, но все равно у них развитое сознание, и когда дикое животное, допустим, выходит из тела, оно проклинает того, кто ест его тело. А правило такое, что тело, когда начнет гнить, тогда уже животное с ним расстается, и, в принципе, опасностей именно для психического тела нет. Но когда кто из нас ест тухлое мясо? Никто, все свежие едят. Это значит, что связь животного с ним есть в это время. И это значит, что по шапке получишь, потому что животное тебя считает виновным. Того, кто убил, того, кто ест. Вот. И сознание, оно угасает в зависимости от развития животного. Допустим, у птиц ниже сознание, у земноводных еще ниже, у рыбы еще ниже, а у креветок еще ниже. Ну, то есть, у креветки почти себя не осознают, но они все равно живые, животные. И поэтому все равно лучше есть молочко пить просто, если животное белок хочется. Молочко, творожок, сыр. И тогда все будет классно, потому что ты никого не ешь и живи на светлой стороне. Но креветки лучше, чем есть, чем рыбу. Рыбу лучше есть, чем ящериц. Ящерик лучше есть, чем птиц. Птиц лучше есть, чем курицу. Лучше есть, чем диких животных. Диких животных лучше есть, чем домашних животных. Домашних животных лучше есть, чем людей. Людей лучше есть, чем близких, родственникам. И так далее. Ну, примерно такая последовательность. Выбирать, на каком уровне вы находитесь. И сами смотрите, как вам жить. Но когда человек не ест никого, почему можно есть, допустим, растения? Потому что есть три способа жить вообще на этой земле. Есть жизнь солнца без сновидений. Это растительная форма жизни, и они себя вообще не помнят. И поэтому, когда веточки у деревьев обрезаешь, они чуть-чуть больше пробуждаются, дерево, и поэтому оно лучше растет. Поэтому все садовники постоянно режут ветки, и чтобы дерево было всегда молодым, хорошо давало плоды. Нужно обрезать ветки, чтобы его немножко пробуждать. Но если у поросенка лапку отрежешь, она не вырастает уже. Это другая форма жизни. Это называется солнцесновидениями. Поэтому животное себя плохо осознает, оно себя не понимает. Но оно все равно чувствует, что оно живое. Допустим, если в зеркало тигр смотрит на зеркало, он бросается, он думает, что это другой тигр. Обезьянка, наоборот, начинает рисоваться, как бы. Видит другую обезьянку. Птички черикают, когда на зеркало. Ну, то есть каждый реагирует по-своему, но они себя не узнают в этом времени. А человек узнает себя в зеркало. Понятно?